Привет всем, поду сторону ютуб-экранов. Это Droid Rus, выставки IFA 2014. Это стенд компании Lenovo, и здесь мы нашли телефон-сэндвич. Вот он. И он называется Lenovo Vibe X2. Сейчас посмотрим, чем же он интересен. Один из главных лозунгов компании то, что это первый слоеный телефон, который существует в мире. Ну да, действительно, наверное, это первый слоеный телефон. Вроде никто такого не делал. Посмотрите, его корпус выполнен из таких вот отдельных пластиковых полосочек, и они идут по всему кругу. И выглядит это достаточно свежо. Действительно интересно. Существуют различные расцветки. Например, вот тут есть еще вот такой вот серенький, для тех, кто не любит слишком сильно выделяться. Есть еще вот такие вот красные цвета, переходящие в черный. Такой градиент тоже очень интересно смотрится. Кроме того, кнопочки тоже меняют свой цвет. Есть еще белый. И еще есть вариант в бамбуковом корпусе с настоящим китайским бамбуком. Даже если так потрогать, чувствуется текстура такого лакированного дерева или что-то в этом роде. Ну, мне, если честно, больше нравятся красненькие и оранжевые. Но многие говорят, что вот этот лучший. Так, ну что еще есть на корпусе? Три сенсорные кнопки. Назад, дом и меню. Они немножечко в другом порядке, не как на стандартном андроиде. Сзади у нас имеется камера на 13 мегапикселей со вспышкой. Тут есть дырочка для микрофона. А вот эти три точечки, это контактная группа для подключения аксессуаров. Ну, а спереди у нас имеется еще одна камера, и она на 5 мегапикселей. Вообще, это такой тренд этой выставки, делать мощные передние камеры, чтобы люди делали качественные, красивые селфи. Чуть позже мы проверим, насколько хорошо она снимает. А теперь давайте немножко поговорим о начинке. Внутри здесь стоит восьмиядерный, по-настоящему восьмиядерный процессор MTK. Тут так сказано, что он по-настоящему восьмиядерный. Видимо, все его 8 ядер могут работать одновременно. Диагональ экрана здесь составляет 5 дюймов. Разрешение Full HD. Что касается качества матрицы, то она хорошая, яркие цвета и углы обзора тоже с этим все в порядке. Кроме того, внутри стоит 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта памяти внутренней. Давайте теперь посмотрим на оболочку. Смартфон работает на Android 4.4 под управлением интерфейса от Lenovo. И надо сказать, что, похоже, китайцы научились делать действительно красивые интерфейсы. Huawei показал достаточно прикольный UI. Теперь вот у Lenovo тоже интересные фишки есть. Но между ними очень четко прослеживается одна и та же линия. Некоторые элементы взяты из Android Material Design, а некоторые элементы взяты у iOS 8. Также нету раздела приложений. Все иконочки выстроены на рабочих столах. Есть прикольные виджеты, они выглядят стильно. Иконочки тоже симпатичные. Когда мы нажимаем на кнопку меню на главном экране, мы попадаем в раздел кастомизации. Первое. Мы можем поменять дизайн всех иконок и виджетов. Вот тут их много различных видов. Когда мы выберем какой-то, то все иконки у вас преобразятся и станут вот такими вот странными кругами или еще чем-то. Ну, короче говоря, тут, наверное, можно будет скачивать какие-то дополнительные темы из интернета. Кроме этого, здесь можно менять дизайн локскринов. Тоже несколько представлены. Еще здесь есть забавный раздел, в котором вы можете поменять ролик, который отображается при загрузке телефона. Такого я еще нигде не видел. Можно выбрать вот из трех разновидностей. Перед тем, как поставить, можно, конечно же, посмотреть. Вот есть такой забавный, с какими-то красивыми мультяшными переходами. Есть стандартный, с логотипом Lenovo. Короче говоря, производители здесь предлагают поменять практически любую часть внешнего вида интерфейса вашего телефона. Давайте теперь взглянем на несколько приложений. Они тоже прикольно выглядят. Например, мне понравилось, как выглядит календарь. Как видите, вот сейчас мы находимся в режиме просмотра месяца. А вот таким вот свайпом мы можем перейти к просмотру недель. Да, и вот обратным свайпом мы можем также перейти обратно к месяцу. И при этом анимация не тормозит. Так, ну теперь, как и обещал, проверим фронталочку, как, насколько хорошо получается на этот телефон делать селфи. Как видите, сейчас уже происходит обработка моего лица. И на нем не видно практически никаких неровностей. Все сглажено. И мне это, если честно, не так сильно нравится. Если мы сделаем полную детализацию... Ну, надо сказать, тут освещение достаточно хорошее. Но в любом случае мы можем посмотреть, какая четкость получилась. Потому что все-таки фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей. Вот на бороденке можем посмотреть. Все четенько, прикольно, неплохо. Еще одна важная деталь. С этим телефоном, точнее отдельно от него, будут продаваться интересные аксессуары. Вот здесь они под этим стеклянным кубом представлены. Это как бы еще один пятый слой для этого слоеного корпуса. Он прицепляется сзади. Например, вот такая вот колоночка JBL. Задумка очень крутая. Ее можно использовать и как подставку, и как динамик. Второй чехол будет являться дополнительной батарейкой. И, в принципе, он не так уж сильно увеличивает толщину смартфона, но при этом продлевает его жизнь. Это был слоеный смартфон Lenovo Vibe X2 с выставки IFA 2014. С вами был Валерий Исишев и Борис Веденский. Подписывайтесь, будет много интересных видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok